и давайте перейдем к обзорам конфигураций я еще раз повторюсь что это исключительно мое как бы мнение основанное на том чем я собирал это что предпочтительно для меня в частности как интересующего вся старым там софтом и игрушками они коллекционированием и прочим изготовлением странных вещей и так давайте с их стишки начнем их стишка я считаю что это мастхэв должна быть в коллекции у людей которых интересует раннее творчество игровое под pc потому что все как бы начиналось с нее и значит на эмуляторах очень сложно все дело будет запускать и тем более на компьютерах с торможением потому что их стишки есть своя отдельная архитектура со своим нюансами которые используются в большинстве игр написанных на ассемблере они используют определенные регистры прерывания и прочее и в итоге это работает только нести в частности вот всякие там хитрые демки которые используют особенности цига режим да и показывал неоднократно вот и в подобном виде тоже игрушки какие-то присутствуют сейчас оригинальная стишка стоит очень дорого да и она не нужна потому что хлопотное занятие искать под нее все эти карточки набивать в оригинале в объеме а вот найти от какого-нибудь старенького терминала уже чипсетную сборку это когда у вас многих там в одну микросхему засунут они россыпью там по всей этой самой как говорится там платье там гигантской да вот они достаточно были недорогие свое время их даже сейчас можно найти обычно на них там стоит проц от сименса какого-нибудь там от фуджицу с частотой в turbo там 8 10 мегагерц такой машины вам за глаза и в принципе я думаю это очень оптимально памяти там нужно 640 килобайт если у вас там друг окажется почему-то меньше меньше ни разу не попадалось то нужно доставить до 640 килобайт видеокарты есть отдельный видос для по подбору видеокарт для исти компа вот я рекомендую вам его посмотреть и но как показал практика ничего туда кроме цига ставить не надо вот цига потом либо какой-то конвертер либо если настолько крутой что у вас есть место там для цига монитора какого-нибудь старого игра вот можете его напрямую монитор подключать в основном весь софт и практически его 99 процентов именно их стишного софта сделан под цига вот если вы ставите игра вы можете и гашь на какие-то вещи запускать но они вас будут работать медленнее чем цига режим потому что их стишка на игра ну как бы так рассчитана уже не очень вот поэтому можете туда хоть какой-нибудь трейдинг 16 битный засунут у вас там будет пол разъем воздухе висеть и его переключать цига режим в общем тут вы вольны сами решать чё чё делать единственное еще хотел отметить момент что в турбо режиме не все карты стабильно показывают игра особенно вот и там может быть какая-то ряд может быть еще что-то в общем это как бы аффект это вот и когда запускать игрушку нужно туба выключать значит звук какой туда звук вообще никакой не нужен потому что звук у моих стишки был писи спикер пикающий все что там требует облип это уже для 286 и у вас это будет не стишки тормозить поэтому тут дело ваше ставить туда или нет я вставил soundblaster вот этот 10 snarkbacker к реплику да и на самом деле понял что там нафиг не нужен потому что все что ты запускаешь там даже какие-нибудь квестики они работают там еле-еле там все это как бы с тормозами с музыкой и так далее ну не то это машина не для этого не для мультимедиа это когда вы там можете нек там в 20 какой там в 30 поставить распедалировать ее там не по памяти еще что-то но это уже знаете это корчек стишный такой это уже для маньяков который там я там собираю самую быструю стену вот это из этой сеть вот винт да да что что вместо винта винта оригинальные там в их стишках использовался мфм вот реллет похоже там и технологии от них винты такие банки консервные здоровенные вот которые работают с ужасным звуком вы можете для первых стишку собирал тоже на канале есть видос когда я поставил да у меня начинал кровь из ушей и через 30 минут что-то там делание и они по 20 по 40 мегабайт замучиться где-то на другом компе дискетки записывать туда втыкать все переносить в общем такая история я рекомендую день добыть и кстати адаптер с прошивкой там и соответственно не заморачиваться с этим не с каким к винтом просто дискетами просто удергивайте флешку вставляйте в картридер свой контакте дайте чего угодно туда и смотрите все у вас минимум головной боли обязательно если вы будете использовать кого-то да то вы можете какой-нибудь есть какой старый контроллер возьмете флопа вот то поддержка это флоп она находится в биосе системной платы у меня например пик троновская да вот пикс 3000 turbo нее в основной микросхеме биоса был отдельный кусочек в биосе который также загружался обеспечивал поддержку дисководов двойной плотности высокой плотности hd то есть это 144 мегабайт или 525 1 и 2 мегабайт по умолчанию 460 килобайт поддерживает поэтому если там какая-нибудь совсем древняя плата попадется не удивляйте что она просто не будет у вас уметь работать с более высокими форматами для этого либо нужно где-то в xd и vde зашивать этот кусок биоса либо зашивать его в плату либо покупать контроллер флопа с биосом да есть такие вот у меня в частности есть можно использовать его у меня в моем случае он просто этот биос на контроллер ключ вот можно также как вот я делал расширять память до 1 мегабайта но опять же вот для этой расширенной памяти в 1 мегабайт что она дает она дает возможность только несколько драйверов загрузить верхнюю память из всего этого мегабайта вы будете использовать там дай бог килобайт 120 и сколько там 100 в общем видели это видео я это все рассказывал ну и очень хорошие на авито есть рекомендую купить конвертер с тл сигнал цга игра в нормальный багажный сигнал вот и он там плюс еще сейчас не умеет поддерживать там всякие монохромные режиме вот эти янтарного монитора изображать очень полезные вещи я считаю что это сэкономит вам кучу места вам не нужно будет держать моник вы можете посмотреть как игра будет на монохроме в зеленом цвете играть то есть какие-то ощущения от игры получить в зелененьком режиме и все это на вашей же кашке обычные без всяких там геморрой сеть в стену я не знаю она нам нужна только для того чтобы показать что смотрите я смог ее настроить ничего она нужна вот нанести там интернет там можно да не залезть скачать в текстовом режиме она покажет но он наверно для собственного самолибия больше на нафиг ничего не нужно потому что переписывать по ней что-то с компа на комп это вообще в наше время мне кажется тупи занят уже не придумаешь и есть компакт флэш да вот собственно вот такая история дальше пойдемте 286 286 эта машина были знаете такого переходного периода когда вот вовсю все цвело на 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 амигах на отаре вот и надо было сделать что все зацвело на пока тоже первый такой значит первый конфигурации такими эти медийные начались в эпоху 286 там относительно тогда же появились там сам бластеры первые появились одлибы роланда это все было в эпоху 286 получились и гига карточки появились в га карточки появились появились первые вот эти платформеры писишные красивенькие сон бластерами где там все уже там такой красивый бегал и прыгала но этот период длился крайне недолго в основном туда набита куча портов игр и самих но они как-то не портов сыгра они просто нам кучу платформ делались нельзя сказать что этот порт от игры откуда-то да такие присутствовали в основном что тогда сидят разные студии у них заказывают у одной сделаем нам это на мигу сделаем это написать сделаем это на таре и в итоге все три даже на спектрум тогда еще делать что и все три там разными командами делали сильно по графике там даже отмечались бывало такой некоторые просто естественно были одинаковые но тем не менее период продлился недолго и его потом заменили процессоры на 386 архитектуры 286 есть свои ограничения я их много рассказывал сборки про 286 вы можете посмотреть видео если вам интересно но инха тащи самый бесполезный сетап который можно только собрать у меня он просто в разобранном виде существует наверное просто что был вот а толку от него особо никакого чему объясню потому что у нас охватывает только очень узенький период эти 286 для стишных игр очень быстро даже если вы возьмете найдете там 8 мегагерцевый там проц для 286 и сравните его с экстишным он будет в 4 в 5 раз быстрее экстишным и также будет вызывать проблемы при запуске уже архитектура будет другой ну то есть экстишной совместимости в сторону тыквы не добьетесь а в сторону верха вы упрётесь то что у вас игры вы можете добавить 206 памяти 4 мегабайта но дело в том что все игры которые уже 4 мегабайта и больше требует памяти они требуют еще 386 архитектуру поэтому смысла нахождения памяти больше на мегабайт здесь вообще не вот ну и также любой из x да там будет быстрее 286 там 33 из x были там 20 по даже секса но никто тоже 366 сейчас собирать не будет это просто какую-то тормозилку у себя собрать непонятно зачем вот и видео суда 16 битная надо ставить либо универсальная в га и га с двумя хвостами чтобы егашные игрушки через переходник какой-нибудь или на монете играть в ноте потому что на вга карте если запустите его игру она будет по цветам отличаться то есть не то немножко будет через натуральный выход егашины и там совершенно другой как бы экспириенс вот либо какие-нибудь карточки 16 битных которых можно этот нативный режим гига включить программу все у вас такая карточка эго станции вестер диджитал там есть атишки вот эти матчи серии вот очень хорошие я наверно тоже типа подобного я их также показывал в этом обзоре своих этих видеокарт для икстишки это все сюда приемлемо тоже 16 битным только ставьте чтобы он побыстрее было значит звук сюда какой ну естественно бластер 1.0 чтобы у вас был значит pcm звук стандартные там вот эти выстрелы всякие чтобы у вас звучали у вас там в ней adlib и cms да cms это тоже такая веха достаточно при нее такой специфический звук очень рекомендую да ну естественно оригинальный сам бласт тяжело найти ну посмотрите в сторону снаркбекера вот это очень хороший клон и очень здорово работает вот так же вам какая-нибудь мультикарта сюда будет нужна и соответственно сразу говорю что у вас будут наверняка фрустрации с жестким диском с грешным потому что в биосе в 286 всего было несколько конфигураций под определенные там размеры жестких дисков обычно они там 40 20 40 мегабайт выставляется там значение цилиндров всяких там количество головок и т.д. и т.д. в общем чтобы с этим не связываться обращаемся к тому же и стиле и адаптер и сидим с компакт флешем мы не паримся на двойку можно найти отдельную версию 3.1 винды можно вставить еще сетку сюда вот но также по умолчанию это были ранее значит какие ранее опять же все там были либо мфм какие-то стояли либо рле либо и д.е. ранее на 20 мегабайт здесь по умолчанию не связывайтесь это очень шумно вот новый дополнительно это как раз вот ролланд мт32 который вышел да вот он как как нельзя лучше и по своим играм и по возможностям очень хорошо под ну то есть это родная была архитектура когда он выходил вот 206 то есть ну сюда нужен ролланд мпу 401 интерфейс и собственно mp32 если богат буратино по меньшим временам вот также расширенная память ну наверное вам нужна будет для каких-то опытов повторюсь игры родные которые хорошо работают для 206 и которые для него предназначены вам больше одного мегабайта памяти там не нужно все 640 базовый 384 там верхние до свидания сети опять же исключительно для опыт ну у на 2 на 286 уже более-менее можно заниматься какой переброска файл по сетке подвинулся 31 но такое себе знаете развлечение ну короче если есть папа зачем придумать историю сеть вот собственно вся 286 архитектуре 386 тут уже начинается у нас все интереснее у вас естественно будут все прекрасно работать игрушки там и для двести восемь шестого часть какая пестишных 386 имеет хорошую кнопку turbo по замедлению вот и соответственно вы здесь уже можете немножко подразгуляться и запускать уже серьезные вещи типа дума да ну понятно что уменьшай экран каких-то минимальных детей ну там знаете на тройках там большинство моих знакомых этот дум первый раз проходила потому что блин никто себе тогда четверку позволить не мог поэтому машина достаточно интересная но опять же я считаю что это такой знаете промежуточный вариант уже и не то и несет но давайте в обсудим в общем я рекомендую собирать на 386 dx40 сейчас стандартные платы их было со временем очень много зависимо их можно на вторички их полно это на стандартный нам дешнем каком-то там этом процесс да так он припаянным или отдельно там в панельке он стоит он имеет там чистоту 40 мегагерц вот у него по моему там 16 32 килобайта кэша на память панельки вставляется и туда вставляется память она заметить что я умышленно пропускаю тем с процессоров математических вы можете нам туда вставлять чтобы у вас что-то встать стоял на больше они там не нужны ни в каком виде потому что от них толка нет никакого в играх они в игре там по-моему в одной какой-то леталки используются и в принципе все больше в досе нигде математических процессор не использовались поэтому вы их можете просто как фетиш из покупать и вставлять их туда вкладку чтобы знать что вас там что-то туда было вставлено по памяти 416 мегабайт больше не надо вам что-то даже на 16 мегабайт если хотите 95 windows поставить поиграться и оставил видео ну на 512 килобайт 256 смыслов нету такие обрезки уже совсем искать ставите видеокарты любые cirrus лоджер тридент все кроме realtech realtech очень медленный и в принципе нафиг не нужно realtech используют на сейчас только в ксишных сборках и потому что там есть переключение совместимости цыгану это мне очень понравилось вот аккумос ну в общем эти всякие ценги в общем любую 16-битную карту вставляйте выгашенную наслаждайтесь жизнью мультика с мультикарта история будет ровно такая же вот но там винты уже можно побольше выставлять то же самое рекомендую xd и либо уже можете ставить туда скази адаптеры потому что они уже будут там биосом нормально распознаваться 286 у меня знаете было плата 4 вот из них две скази контроллер вообще не хотели запускать bios него ни в какую по но при этом запускали компакт флэш вот 386 я уже начиная с 386 и выше я использовал скази контроллеры и в двойке в тройке я ставил по гигабайтным жестким диском а так принципе наверно не знаю хотите эти старые банки заморачиваться в общем заморачивайтесь но у вас pdf там по моему будет сразу ограничение в 500 мегабайт поэтому лучше использовать или скази или стиды если вы поставите и бишь не какой-нибудь винт побольше да там на гигабайт на 2 то вам нужно будет придумать историю с стидешным биосом воткнутым в сетевую карту вот я так делал это пользуется чтобы у нас просто загружался самого интерфейса и стиде у вас не будет на компакт флэш но зато этот bios загрузится либо же там его придумать но я уже с этим не заморачиваться вот и 386 это как раз та платформа которую лучше все подходит для гравис ультрасаунд он не появился вот ну и соответственно для раундовского миди-интерфейса с мт-32 это все прекрасно можете памяти побольше не кидать 32 мегабайта туда напихать но это если вы найдете себе такую кучу симов вот и я не знаю в принципе чуть даст нам ничего особо вот ну игра вы по запускать сможете уже даст который вас там реально много памяти едят но играть в них не сможет потому что будет очень сильно тормозить это уже история для 486 сетевуху вполне себе потому что вы можете и windows 3 1 использовать и 95 закидывать тоже файлики свободно носить хороший вариант для 386 можете в принципе поставить сидером запускать какие-нибудь игрушки под windows 3 1 там очень много эксклюзивов 386 очень хорошо работает с 3 1 это прям как бы тоже родная стезя и можете там мультимедийные всякие штуки погонять вот дальше четверки вот тут мы уже подбираемся уже по такому самому соку ретро до 486 это конечно такая уже такая знаете уже как бы хорошая архитектура в которой уже всякая мультимедиа уже там расцвела вот и наверное dx266 собирать не стоит если вы собираетесь и четверку да и не планируете собирать там все целую линейку вот я бы вам рекомендовал смотреть на аппараты уже быстрые dx100 dx120 какие там 5 x86 если они у вас поддержатся cyrox 5 x86 gp120 какие-нибудь вот который уже почти уже захватывают уже нижний сегмент от пентиумов до 75 вполне себе там тащит и естественно их там послабее вплоть чем пентиума но тем не менее вполне качественно поиграть какой doom дисцент со звуком со всеми эффектами вот и в принципе машин будет много удовольствия приносить вот четверку я считаю что это как-то классика для влб шина поэтому не у нас стоит все в оригинале влб видеокарту влбш значит на плате у вас должно быть 256 какого-нибудь кэша причем проц нужно ставить чтобы он поддерживал режим работы кэшем в райтбэк вот тогда в райтерю гораздо сильнее снижает производительность страдает вот память 16 32 мегабайта больше для этих нашей памяти доставить не ну вот видео берете на один там мегабайт тоже находите в лбш не ставите какой-нибудь цирус какой трайдент цен хлопс лучший вариант вообще из 3 но найти их очень тяжело вот если не найдете из 3 ставьте цирус или трайдент вот цинга есть проблемы с определенными играми хотя карта очень будет по озвучку четверка это как бы машинка лучше все подходит для soundblaster 16 для креативовского и подобные ему то есть всякие там есс можешь стать и махи вот ну короче это который просто сб pro поддерживает а так в общем которые на на 2 дыма работают карты уже 16-битные вот soundblaster туда прям самое то и какую-нибудь миги дочь туда надо прям вешать на нее будет прям вам музыкальное счастье для 486 мультик влбшный история абсолютно такая же как с 386 вы на нем укрепить 500 мегабайт ограничения поэтому либо сетевуху с икстида и интерфейсом с икстида и биосом вот либо скази ставите вот я в четверке у меня есть 4 гигабайт не скази винт есть влб контроллер есть контроллер 16-битный и пожалуйста я использую только скази главное в этой истории найти только тихий винт вот это очень важный момент иначе он может так свистеть что еще похуже мфм вот такая себе история размер жестких дисков я рекомендую использовать 1 4 гигабайт и больше там не надо это прям вам позволит такую кучу туда навалите всякого софта досовского и музыки и демок что вы их там долго не разгребете это вам даст очень возможность много-много ковыряться ну и отдельно как я говорил я написал что сетку да с икстида и биос лучше использовать вот что дополнительно прекрасно четверки что есть это последний комп который с кнопка turbo и вам не надо там включать кэш программы там с еще что-то вам достаточно нажать кнопку на корпусе и у вас машина станет медленнее вам по она позволит вам запускать какие-то там более древние игрушки хотя на четверке по моему идет все там нету проблемы с этим компилятором turbo паскаля которая вызывала деление на ноль вот эту ошибку критическую на одной четверке этого нет поэтому тут вопрос с чем блин эту клуб turbo нужно но есть только совсем какую-нибудь древнюю хрень запускать типа вот и лон из-за дарк узнать там проблем такая с бегом вот и на быстрых машинах даже четыре стоять семь шестом только на тройках корректно этот бег работает когда нужно два раза вверх там нажать чтобы персонаж побежал вот и очень вот этот скорость этого промежутка чем быстрее машин тем сильно уменьшается и на четверке практически нереально заставить персонажа бежать поэтому там турбо очень сыграет наверняка есть много игр с таким момент вот опять же гравис ультрасаунд сюда отлично заходит смотреть демки но и миди интерфейс я собирал четверки жирные с грависами и с миди и сюда же мт-32 и сразу скажу что уже начиная с 3-107 шестых началась эра дженерал миди все уже мт-32 остался в прошлом и всех начинал снять дженерал миди и поэтому помимо ромбовской интерфейс нужно еще какая-нибудь или дочка или внешне-минишник который у вас будет отыгрывать дженерал миди очень важная тема четверки вот но естественно лучше всего да это использовать какие-нибудь процессы типа 5x86 или от н.д. или от дадут вам очень хороший такой буст особенно если вы будете запускать тяжелые игры типа хексона какого-нибудь вот ну там дума десцента второго и прочее прочее ну и пентиум пентиум на самом деле я считаю это просто знаете как танчик это просто супер надежный и недорогой ретро комп на все случаи жизни вот собирать его надо на 440 tx не выдумать там всякие древние вы их сыскать еще что-то вот вы собираете короче просто вот этот свой танчик ставить туда 200 ммк замедляется он отключением кэша вот и у вас нет никакой головной боли глюков вообще ничего вы использовать можете туда хоть 98 винду накатить памяти 64 мегабайт туда больше не нужно ставить очень много людей которые видят в плате с 430 tx разъем ssd ram втыкают на 128 и думают блин что же так все плохо работает тормозит потому что кэш 512 килобайт не вывозит он кучу приложений такой большой объем где особенно если 98 винду поставите которая вам будет закидывать ваши данные от приложения в такую задницу куда ни один кэш не дотянется распами на этой плате поэтому больше 6 4 мегабайт не ставьте ведь ему он там не нужен 98 виндуз 4 мегабайт работает отличие дюху писяйную выбирайте ставьте какую по классике с 33 64 в и там какие-нибудь из и же с ним визию вижу там зато что 865 там помню не буду врать не помню точно но в общем лучше совместимость у из 3 все вот берете есть еще циркус лоджики тридент и есть там вот эти всякие а тиры и вот эту всю историю не надо не связывайте с ними это ни к чему она 3d игра 3d графики вам не даст вот если вы будете всякие какие-нибудь писяйные буду третий куда еще втыкать еще хуже история потому что ни один пентиум первый не вытащит максимум из 3d акселератора туда можно поставить первый буду и первый буду там нужен чтобы играть не виндовый игр 3d fx а которые были под доз вот и для этого там этот первый буду и оставьте в этой сборке он у вас будет отличный ком и для доз игр по ним весь доз кроме стишно будет работать ну еще что-то там что что у вас было там когда-то там жило на предыдущих там 286 386 стишно и все что запускалась будет и на пеньке работать при отключенном тэш вот у вас нету геморроев там с идеевым ну вы до 8 гигабайт можете любой жесткий диск просто взять и поставить я по умолчанию ставлю на восьмерку какую-нибудь восьмерке 8 выше крыши никаких свистоперделок не надо ничего вставить все вставили прямо к родному интерфейсу забыть вот хотите побыстрее купить контроллер и дышных писем воткните сказе и возьми воткните в пися из хотите сказать использовать то у вас ничем не ограничит просто план выбирать его потише чтобы не удел там и не будет сетку обязательно до перекидывать файлы тут уже не нужен никакой этот самый компакт флэш потому что компакт флэш и уже здесь будут сильно тормозить они будут в каком-то пио режиме убогом работать и соответственно уже у вас windows будет выискать запустите на этой карте 1 пентюме установку windows 98 ощутите потому что у нас будет ставится часа два с половиной поэтому не делайте этого это не нужно лучше ставьте или беды и либо сказать вот и естественно там три-четыре две слота вы можете туда спокойно поставить гусь в миди интерфейс для роланда саундбластер поставьте ради бога играйте туда втыкайте чего угодно и как бы радости жизни вообще никаких проблем нет я в итоге практически вот все конфы которые у меня были все разобрал и брал в шкаф единственный компакт здесь который у меня стоит это именно 200 и вот с конфигурацией с 3 от даймонда очень хорошую картинку дать рекомендую вместе с первым 3dfx от того же даймонда и соответственно у меня там стоит идея контроллер промайзовский текст а потому что он как бы разгружает уже и процесс и быстрее сам все работает в инсте я туда воткнул на 8 гигабайт и и стоит гравис ультрасаунд стоит а в 32 стоит ровный интерфейс все идеальная машина я подключаю иногда когда мне хочется поиграться играть без всякого геморрой сидел сидером конечно там не хотите мультимедийки 311 можно винду поставить запускать вот эти эксклюзив чеки 95 98 что хотите ставьте хотите там даже по 8 можно туда накатить и но это если извращенец дальше pentium 2 и к 623 я считаю это машины одноклассовые мы уже тут идем выше и тут мы идем уже в сторону универсальности значит чё этих конфигурациях не так в общем они чахлы обе для 3d они уже ничего не тащит вот а для старого они избыточные поэтому они знаете как 286 не туда не сюда на 286 еще хуже был у него там по архитектуре были особенности здесь вроде бы можно им заменить первый pentium но он даст вам больше производительность вопрос для чего вам производительность если все равно никакой 3d нормально там анрин фурнамент или какой квейк 2 быстро не поиграете у нас там будет еле ползать там 30 кадров дай бог даст секунду вот нафига это и при этом вам там придется чтобы какой-то универсальности добиться да ну понятно к 623 это у вас будут танцы с этим и aladdin m5 драйверами оптимизациями вот я недавно все это дело вам рассказывал вот он 440 bx вот он конечно это такой дубовый как танчик тоже 430 его младший братик вот но 2 пенек он не вывозит универсальность вам даст если вы каким-то чудом найдете pentium с разблокированным множителем были такие вот они там выпускались 98 года до августа и нужно там по дате выпуска процессора смотреть получится у вас может ли менять биосе на него или нет ну и в совокупности на 440 bx есть планоплате перемычка который переключает 66 100 мегагерц шину вы можете вывести на кнопку и можете биосе переключать частоту и вас будет диапазон от глупо говоря там 120 133 мегагерца и до 400 плюс возможность включать выключать кашек и вот вот такой пылесос можете им играть значит памяти туда тоже 64 128 больше не надо и приложение там больше никакие не требуется вот и из видеокарт рифт нт2 вот тоже не надо ничего там выдумать вот и какой-нибудь 11 вуду воду 2 слайд не надо ставить он не вытащит не вывозит слайд слайд из вторых воду нормально работает уже сейчас мы следующий будет слайд смотреть про пенки внутри вот там он будет хорош вот либо же какие-нибудь воду 34 можете вставить вот они конечно же он их не вывезет вот но зато вам в анрии 30 кадров в секунду покажет тогда по полю вот какой плюс есть и и сада и вы также может туда поставить 32 вы это малые 32 64 вот гусей мегинтерфейс и все что было в первом пенкиуме плюс уже сюда можно выставить поскольку он уже хотя бы какой-то начальная 3d тянет сюда уже можно воткнуть специальный vortex 2 вот и уже там чтобы была у вас поддержка 3d сетка да вот и так плюс я вот сюда написал что если вам получится это по 2 и скажу вам сразу что по ощущениям да вот пенкиум 2 он гораздо приятнее чем все эти к 6 2 и к 6 в частности стабильности иметь и количество глюков и вариации с настройками и приседаний танцем с бубнами в этом плане гораздо лучше но опять же это моя точка зрения очень хотите собирать пенкиум три атлон атлон имеется ввиду этот эндербирды первые которые появились ему конкуренты пошли на вот они еще слотовом исполнении были такие и пенкиум 3 народ почему-то блин вот любит процессор эти на 1400 мегагерц прям он их ставит отключает у них там кэш потом офигевает что половина не работает я первый сам свой первый комп начал играться в пятнадцатом году вот с этим столкнулся я первый ящик который собрал то он был 1400 мегагерц там через переходник слот один воткнутый в 64 там у меня вуду 5 стоял и половину вообще ничего не шло вот не повторить таких ошибок он вам не нужен 1400 и самый оптимальный процесс это 700 833 900 мегагерц мегагерц все можете им целерон туда поставить там тысячный целерон для таких целей тоже очень даже неплохо вот вы все равно во все поиграете которые вас там захватывается этот кусок 3d игра до 2000 где-то 1 плюс-минус года 2 вот спокойно запускаете плюс все что было до этого опять же я рекомендую не морочиться со всякими via пола про вот ставьте 440 bx вот да там проблемы с шириной 133 мегагерца но просто берете и ставите видеокарту которая у вас спокойно будет на повышенной частоте а джиппи работать это вот единственная проблема с которой сталкивается все больше проблем не ставить ли буду третий ли какой же force 2 3 4 до 4 же force на машины просто там подплевать с какой скоростью это джиппи там у вас работает он все повезет он даже из 5 серии повезет в 5 тоже работает вся история но 5 серия для такого уже знаете переводы там даже 4 geforce тоже странная история короче значит вот для этих линей вообще мне кажется geforce 2 вообще отличный вариант и geforce 4 мыс 4 40 вообще холодный тихий вариант и вас все игрушки которые вот там у вас должны работать на этом третьем пинке и плюс еще досовский они все будут отличный почему я суда а атишных карту советую всех атишных карт в доз режиме проблему с островом там в куче игр поэтому я не рекомендую от и ставить матраксы тоже самая история не нужно туда и ставить собирайте либо на nvidia либо на 3dfx это самый лучший по совместимости с доз так памяти памяти на этих машинах больше 256 нафиг не надо и даже там я помню во всех клубах компьютерных тогда 2000 году 2001 где стал 64 крутых компах 128 стоял поэтому там даже больше 18 не нужно просто народ ставит зачем-то xp на 3 пентиум вот и там накидывает 512 мегабайт памяти вы можете хоть гигабайт до поставить ради бога но только ненужные в общем по большому счету это операционные двухтысячные винда 98 вот и соответственно доз все вот три операционной системы которые используются на таких машинах вот собирайте значит на обязательно вот на компе должна isa быть хотя бы одна вот вы в нее можете воткнуть сколько будете играть в доз чтобы у вас должна быть там поддержка соответственно iso карточек чтобы нормально получать звук либо же там используете маху со сбили им помдают все из той же серии вот вот старой ставите очень хороший такой опыт получения там звуков а 3d там и 1 2 версии будет спокойно там half-life и можно играть спокойно здорово вот винты тут уже пожалуйста ради бог ставьте что хотите там уже бюст позволяет можете напихать туда что угодно и если у вас даже плата какая-нибудь очень особенно и не будет поддерживать но без патчером и прогоните вас включится поддержку больших винтов винтов ну в общем я думаю что оптимальный размер это там 40 60 80 гигабайт сетевую вставляете все и летите в космос довольны что если вы найдете там катинца с двумя и сада там и с былинками есть вариантами 440 чипсете то можно доставить весь компотом с гусями с роландами с с былинками все в кучу все это можно комбинировать там по-разному общем это отдельно интересные истории и опять же я специально написал 3d fx воду 2 слоя вот здесь именно если вы берете ставите под direct x основную карту джи пишем да ну так основном все делать 2 geforce там 3 4 то для того чтобы у вас нативно отрабатывали в глади игрушки вот нужно поставить пися и воду 2 слай нормально скрывается от 600 мегагерц на третьем пеньке на отлом вот все что ниже вообще нафиг там это слайм не нужно одну только вторую ставите 2 там вам вообще прирост несоразмерно деньгам которые взят вторую карту заплатите туда вставить теперь дальше поехали 4 пентиум атлон 64 последний кстати это на единственная тема которая не раскрыл канале обязательно сделаю у меня под него все как бы закуплено разберем интересную штуку нравится дойдут обязательно руки к четвертому пентиуму тоже смотрите я здесь рассматриваю только какой-нибудь пресков вот или но тут на ваш взгляд что хотите чипсет восемьсот шестьдесят пять восемьсот семьдесят пять не надо разменивать на всякий трэш если у вас отлон xp ставите да вот то это лучше берите kt-400 потому что уже в этих платах никакой из и нету вот вам придется изгаляться с поддержкой директ дыма в для работы приложений в досе через всякие драйверы хитрые загружены это типа msonica карты live audi и так далее вот памяти ставите туда 24 гигабайта в основном два выше крыши будет 4 не знаю зачем если вам очень нравится причем на вас там не полностью 4 увидит а 38 чем вот для таких вот карточек ну 64 я здесь нам уже переборщил на здесь нам все-таки ну а полных спи как он сравнивать 3200 такое вот а шестьдесят четвертый совсем база сюда значит видел сюда это 6800 ну максимум до что соответствует этому компу либо 9800 радион дос уже здесь уже отходит на второй план постольку поскольку можете что-нибудь запустить но это знаете уже к разряду я изгаляюсь относится но не к этой сборке уже доз не пропить его 4 он доскончился на третьем пенте вы сказали пока и тут уже можно записать за эмулятором уже запускать это все вот винты от 160 гигабайт сказать диет вы хотите берите ставьте что вам нравится бонусом пожалуйста можно 3d fx 2 запихать туда также спокойно какой-нибудь vortex 2 можно сюда ставить писяйны и работать значит да по звуку по звуку как я говорил если вы хотите 100 совместимостью заботиться это будет audi g12 либо sb live либо yamaha либо дополнительно vortex 2 оставить yamaha которым меня там 724 ставите и вперед наслаждайтесь жить вот в принципе все на этом ратор тема вот она для меня заканчивается и все остальное это уже такое себе в общем развлечение которое заключается уже мне кажется собирайте можете уже на любом там коры что хотите делайте там любые карты ставки писями уже если вас интересуют игру уже после эпохи 4 пентиума gp они у вас заработают на любом современном компьютере вопрос совместимости будет упираться только в операционную систему которая у вас будет установлена на этом компе я думаю с этим сейчас проблем ни у кого нету поэтому дальше там уже можете придумать себе все что хотите я на этой истории обзор как бы вот таких основных конфигураций для ретро и которые для меня важны закончил и давайте перейдем еще к одному моменту вот вот такая вот вся инфы я вам навалил я надеюсь у вас теперь какая-то картинка складывается еще еще один момент который я хотел уточнить есть такие категории сбор я их называю корчи вот это знаете чё это люди которые пытаются собрать какую-то дичь чтобы на ней играть во все старое вот я сам вот прям начинал именно с этого вы наверняка там вот со спектрумевскими полосками вот первые видосы еще старые с отвратительным качеством на канале там видели я там собирал там и pentium 4 с совсем на свете непонятно чем на тыканом и был у меня там опыты с 865 чипсетом с 96 96 50 вот этим qx процессором core quad системы с gp я собирал чтобы там его там тормозить не тормозить ну в общем это такие знаете громозеки есть же платы промышленные с isa для pentium 4 для core duo куда народ ставит эти короче iso вы карты они там через отдельный мост работают как-то дыма там поддерживается непонятно как и в общем получается найти такой кухонный комбайн чем мне вот эта история не нравится она имеет право на жизнь вы можете этим заниматься во первых сейчас эту плату там но тяжело как бы там найти днем с огнем ненадежь во вторых нигде не задокументированы сейчас толком игрушки подос а у вас допустим есть времени час в день да и вам хочется посидеть потыкать в эти игрушки ну просто по запускать их погонять 10 минут включить другую там просто покайфовать провести время а вы получаете знаете что делаете вместо того чтобы играть в эту игру вы же не понимаете там нужные qm там верхняя память нужна или не только нижняя или она не будет с этим ммм запускать вот вы заводите этот корч загружаете его в доз в определенной конфигурации замедляйте проц до какого-то включать эту игру она вас не работает или работает очень быстро и звук пердит и вы из этого часа тратите время 30-40 минут на то чтобы одну игру запустить вот и потом вы запускаете одну игру 2 2 игры понимаете что больше трахались чем играли поэтому я собственно вот эту всю концепцию корчей я их отмел они да хорошо лежат вот ну и пусть они там в шкафу вот у меня лежит это на семьсот там шестьдесят пятом чипсете плата и она там лежит несколько лет там их ей хорошо вот и мне хорошо потому что там лежит а вот под столом у меня стоит первый пентиум с набитыми грависами там и саундбластерами о и 32 и вот здесь вот два миди синта стоит которые покрывают мне 99 процентов моих хотелок в желании поиграть в доз игры и с ноль геморрой я могу включить просто и гонять что угодно не тратим времени на вот эти корчи ну то есть это вот моя точка зрения да вы можете там совершенно по-другому к этому относиться вы сейчас скажете проезд какие-то настраивать еще что-то ради бога настраивайте мне просто не нравится вот все в общем я думаю на этом вот этот сумбурный выпуск можно завершить вот как будет время буду снимать следующий вот уже не ничего ничего не буду обещать вам по срокам просто катастрофически не хватает времени и сами знаете что сейчас происходит с ютубами в общем ребятка в конце как всегда демка всего хорошего до новых встреч надеюсь порадовал вас приятно привели время счастливо пока пока а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...